В настоящее время в стране почти 500 тысяч детей посещают свыше 15 кружков секций в рамках системы подушенного финансирования спортивных секций и творческих кружков. Такие данные озвучил министр культуры и спорта Дорья Набаев в рамках пресс-конференции на площадке службы центральной коммуникации. При этом глава профильного ведомства заведел, что программа «Артспорт» продолжит свою работу. На сегодняшний день достигнуты хорошие результаты с запуском 41 офис культурно-оздоровительного комплекса. Из них 32 открыты в районных центрах и сельской местности. Кроме того, в сельской местности трудоустроены 3064 тренера, ответственных за организацию спортивных мероприятий секций. Для привлечения молодежи к спорту в прошлом году проводились внутришкольные и студенческие национальные лиги по баскетболу, волейболу, футзалу, казахшакрес и настольному теннису. Преподавателям физической культуры на всех уровнях системы образования назначена доплата за проведение внеурочной деятельности. При этом охвачены более 30 тысяч учителей физкультуры. В 2022 по 2024 годах на эти цели регионам выделили дополнительно 21 миллиард тенге, сказал министр. Если говорить о картине в целом, с учетом охвата детей дополнительными спортивными секциями, кружками, в том числе, которые находятся в системе министерства образования, то общий охват составляет 73%. Помимо системы подушевого финансирования и секций, хочу отметить, что при учреждениях образования еще 386 тысяч детей учатся в так называемых ДЮШ. Это детско-юношеские спортивные школы. Мы ни в коем случае не отказываемся от ответственности. Прежде всего, все разговоры о том, что программа будет закрыта, не имеют под собой никаких оснований. Отдельно хочу отметить, что все одобренные на текущие подтвержденные ваучеры будут оплачены. Также в рамках пресс-конференции стало известно об изменениях, которые будут внесены в программу. Будет пересмотрена стоимость спортивных секций и творческих кружков. Этот шаг нацелен на увеличение охвата программы. Об этом на брифинге сообщил министр культуры и спорта Республики Казахстан Дори. На БАИО запланировано внедрение принципа одного заявления на услуги спортивных секций или творческих кружков в рамках государственного спортивного творческого заказа и образовательного заказа на дополнительное образование. Сегодня, к примеру, один ребенок может ходить в секцию при школе, в секцию в рамках арт-спорта и в творческие кружки. Ввиду больших издержек, а также с целью обеспечения большего охвата, мы вынуждены ограничить выбор одним. Будет оптимизирован список видов спорта. Для начала мы оптимизировали классификатор за счет сокращения дублирования. К примеру, сейчас там есть просто настольный теннис, настольный теннис для детей с ограниченными возможностями по зрению, настольный теннис для детей с поражением опорно-двигательного аппарата и адаптивный теннис. Все эти секции продолжат свою работу, просто в классификатор они будут объединены одним общим зонтичным названием. Похожая ситуация, кстати, с легкой атлетикой. Кроме того, будет утвержден минимальный возраст детей для начала тренировок в зависимости от вида спорта. Здесь будут отталкиваться от действующих нормативно-правовой базы. Так как, к примеру, художественная гимнастика принимает с 5 лет, а бокс с 12. Естественно, здесь главная цель защитить детей от травм и вреда здоровью. Кроме того, предусмотрено совершенствование требований к понищению к части санитарно-эпидемиологического состояния. О соответствии на противопожарную безопасность, оснащение камеры видеонаблюдения с возможностью сохранения видеоархива не менее 30 календарных дней. Оснащение спортивным и прочим инвентарем. Аймгуль Хайрулина, телеканал АТРАУ.